Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про шаблонные строки на языке java script и я покажу вам что это такое и где их можно применять давайте представим такую ситуацию что у нас есть какие-то переменные в них хранятся числа это конечно же очень простой пример но нам наглядно будет очень понятно как можно это все использовать и смотрите мы хотим вывести следующее мы здесь просто выводим в консоль это абсолютно неважно можно выводить и на html страницы весь этот текст но здесь у нас такой пример мы хотим вывести все вот эти вот три переменные таким вот образом мы напишем число а например равно и дальше нам нужно вывести число а то есть мы делаем конкатенацию как вы наверняка знаете и добавляем число а далее мы опять прибавляем новую строку здесь у нас с помощью слэш n можно перенести все на новую строку и мы опять пишем здесь число b равно и добавляем здесь число b и и также делаем последний раз с числом c опять ставим символ слэш n перенос строки и пишем число c равно и выводим число c теперь если мы сохраним то мы видим в консоли результат мы выводим число а число b и число c они выводятся с новой строки потому что мы указывали символ слэш n но это конечно же не очень удобно и хочется какой-то другой инструмент для того чтобы выводить переменный сразу же внутри строк и такой инструмент существует он называется как раз таки шаблонные строки смотрите как он работает мы берем и делаем следующее также выводим в консоль только мы здесь уже используем не одинарные кавычки вот такие вот и не двойные которые в строках также можно использовать а мы здесь используем вот такую вот косую кавычку и теперь у нас открывается дополнительная возможность смотрите мы сейчас все вот это скопируем весь текст и сделаем следующее в таких косых кавычках мы можем использовать перенос строки просто с помощью знака абзаца то есть если мы сейчас вот так вот все напишем с новых строк давайте это закомментируем сохраним то вы видите что у нас строки автоматически переносятся если мы напишем все в одну строку то все естественно будет в одну строку то есть это уже дополнительная удобность нам не нужно писать вот эти вот символы здесь специальные служебные мы можем строку уже переносить вот таким вот образом далее что мы можем сделать еще мы можем выводить любую переменную прямо здесь в строке для этого нам нужно указать знак доллар фигурные скобки открыть и внутри указать название переменной это у нас переменная а и точно то же самое сделать для b и для c если мы сейчас сохраним то вы видите абсолютно то же самое но это все у нас в одной строке и если взглянуть на эту запись например сделать ее вот так вот то это все читается намного проще и мы сразу видим что число а у нас будет выводиться число b число c и как вы догадываетесь здесь переменных может быть строка например числа или же булевые значения это все будет здесь работать и выводиться в отличие от вот этой записью с конкатенацией которая может быть в несколько строк и потом очень трудно понять что здесь записано вы можете использовать шаблонные строки и делать это все красиво также вот здесь у нас в шаблонных строках перенос строки не работает как вы видите и у нас сразу же возникает ошибка поэтому мы не можем текст вот так красиво выставить чтобы было сразу же его удобно воспринимать и конечно же все здесь происходит в одну строку и если у вас будет еще больше текста то будет очень трудно разобраться в этой строке но а с помощью шаблонных строк мы можем это все красиво выводить очень просто единственное правило это выводить все вот в таких вот косых кавычках и смотрите например здесь также может быть у нас следующее мы можем записывать не просто вывод переменной а например выражение а минус b и вы видите что у нас из 10 вычитается 30 и получается минус 20 то есть здесь вот эти вот обычные арифметические выражения работают то есть можно выводить здесь также сложение вычитание умножение и деление разных переменных также как я и говорил здесь можно вывести логические переменные и вы видите что здесь значение у нее true и также это работает с строками как вы видите строка у нас точно также корректно выводится и отображается здесь уже на нашей консоли вот такая вот очень простая концепция шаблонных строк и она может быть вам полезна я надеюсь вам это видео понравилось и вы найдете этой техники нужное применение ну а на этом я с вами прощаюсь обязательно оценивайте это видео комментируйте задавайте вопросы и до скорых встреч в следующих уроках